Эроглонас! Нет для нас! Эроглонас! Нет для нас! Очередной митинг по поводу кнопок Эроглонас, на этот раз согласованный. Активисты официально разворачивают транспаранты, выкрикивают лозунги и выступают с трибуны. А тема такая же, как и полтора месяца назад. Установка кнопки Эроглонас в обязательном порядке на всей иномарке с пробегом и не выдача ПТС на авто без такового новшества. Сегодня у нас не политический митинг. Красные, белые, серые, все ездят на автомобиле. А этот закон, это прямой отъем денег и, наверное, с коррупционной составляющей из наших карманов. Примечательно, что в день митинга автовладельцев на привокзальной площади власти на том же самом месте разместили сельскохозяйственную ярмарку. Правда, активисты сказали, что это им только на руку, потому что продавцы и покупатели добавили им массовости. На протяжении полутора часов к микрофону выходили люди, высказывая мнение по поводу так называемых модулей безопасности. Спасение жизни не от кнопки будет зависеть, а от качества дорог, от качества развязок, от качества перекрестков, где будут светофоры, установлены камеры, все такое. Но никак она не будет влиять, эта кнопка, на нашу безопасность на дорогах. Нам нужно качественное обеспечение медицинской помощи. Вот и все. Для этого нам нужно 70 бригад в день. Правительство понимало о том, что то, что сейчас происходит, это заградительные меры. Что бывшим автомобилям не хотят дать дорогу вообще в Россию, потому что нужно настраивать здесь строить сборочные предприятия, чтобы мы покупали машины новые у тех предприятий, которые сборочные. Подводя итог выступлением, активисты приняли резолюцию. Автовладельцы просят отменить запрет на выдачу ПТС на автобис ГЛОНАСС, возместить ущерб тем автовладельцам, которые потерпели убытки из-за бездействия властей, а также ввести мораторий на установку модулей безопасности до 2020 года. Потому что государство не подготовило никаких законодательных актов, ничего для бушного транспорта. И на данном этапе полгорода Владивостока страдает из-за того, что нету ни закона, нету этих кнопок, ничего не готово. К слову, за день до митинга власти встретились с автодилерами в здании краевой администрации. Но на собрании не было ни губернатора, ни представителей компаний, которые получили право устанавливать кнопки «Эра». Примечательно, что встреча прошла именно 1 апреля. Активисты отметили, что власти будто пошутили, что ответят на все вопросы автовладельцев. На любой вопрос по теме мы получали ответы. Мы работаем. Подождите, потерпите. Кнопок нет, инструкции нет. В итоге результат нулевой. Казалось бы, чего автовладельцы добиваются? Ведь власти и некоторые СМИ то и дело говорят, что вопрос «Эра ГЛОНАС» уже решен. Кнопки едут, документы разрабатываются, а все, что нужно активистам, это набраться терпения. Между тем, автомобильный бизнес уже третий месяц продолжает стоять. На официальной встрече с представителями «Эра ГЛОНАС», которая прошла 23 марта, автомобилистов и журналистов заверили, что первая тысяча кнопок придет уже 4 апреля, и в тот же день можно приниматься за установку и выдачу ПТС. Да, у нас есть сейчас на бумаге проговорный порядок установки этой кнопки, но я уверен, что когда у нас дойдет дело до практики, мы столкнемся с новой чередой проблем. Однако сейчас среди водителей ходит слух, что посылку с кнопками «ГЛОНАС» якобы не доукомплектовали, и что во Владивосток едет только 750 модулей безопасности. Правда это или нет, автовладельцы надеются узнать уже на этой неделе. «Эра ГЛОНАС» не для нас! Ирина Мокрецова, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. «ГЛОНАС» не для нас!